То есть Господь многое что менял, такие чудеса, вот мы потом уже передачу снимали, вот сейчас остальных мы поменяем, которые с вами заключения были оставшиеся, они тоже расскажут, поэтому вы молитвы не бросайте, пожалуйста, молитесь, ознакомляйтесь, молитвослов хороший, помните особо, конечно, великомученика Георгия Победоносца, он является покровителем этой земли Луганской, потому что он в 30-е годы являлся священником и монахинем, который здесь был, Старобельский монастырь известный, женский, Георгий Победоносец являлся, они когда хотели уйти в тайгу, кто хотел уехать на Кавказ, в горах основаться, ну, чтобы уйти от советской власти, от гонений, он им запрещал, говорил, что оставайтесь здесь, для молитвы, назидания, и даже те, которых слали в лагеря, они хотели, ну, типа, до тайги добрались, останемся тут, возвращайтесь на Донбасс, вот, они все вернулись, дожили, и военные годы здесь были для всех, утешением, подкреплением, вот так тоже и помогали, и собирали, и духовенство, и монашествующие были отмечены государственными наградами, некоторые даже и пострадали от фашистов, и дожили уже после годы, до 70-80-х годов, поэтому мы здесь видим десницу Божию, что эта земля, как говорится, Юрия Победоносца, Муганщина, поэтому тоже его не забывайте, он всегда поможет и придет, это я вам говорю уже, как и воин, как священник, как первеннейшие разные испытания, то есть великомучий Георгий всегда помогает укреплять, поэтому запомните, даже когда уже домой вернетесь, он всегда направит правильно и всегда бережет и уразумит каждого. Я добавлю чуть-чуть, если вы не против, вот, я занимался как раз в силу освобождения батюшки, еще 18 апреля, как вот его арестовали, конечно, он прошел тот путь, который считается очень тяжелым и непростым, то есть были пытки, были расстрелы, его водили на расстрелы, допросы, то есть через все это прошел. Конечно же, были заманчивые такие предложения в плане предательства, давай, ты вот вывези, позови своих товарищей сюда, мы их арестуем, а тебя за это отпустим. Вот батюшка все это прошел, пережил, и в тюрьме он очень, находясь уже в плену, он очень такую вел серьезную и пастырскую деятельность, и гуманитарную. Мы, находясь в Москве, а он в Днепропетровске, собирали деньги, через другую страну переводили его маме, которая тоже приехала в Днепропетровск, и в тюрьму туда передавала вещи, еду всем тем, кто еще политически разные заключенные, пленные были, он помогал там всем. Это вот живой пример стойкости и оптимизма после того, что вот ему пришлось пережить, видите, стоит перед вами, улыбается, и он настоящий воин, тоже он с самого начала войны здесь, вот местные луганчане, они называют началом войны 14-й год, не СВО. А вот, говорят, война началась в 14-м году, батюшка как раз, начиная с 14-го года, отстаивал здесь Россию, на Донбассе, поэтому то, что вы сейчас делаете, продолжайте это святое дело освобождать от нацизма, освобождать от тех традиций, тех условий, которые нам пытаются навязать, нетрадиционности и все прочие вещи, вы сейчас как раз вот самые, что не есть, те люди, за которыми вот вся страна, если вы здесь можете справиться, то там, там у нас будет прекрасная страна с нашими традициями, с нашими обычаями, культурой и верой, которые всегда были близки нашему народу, которые много веков нам всегда помогали и спасали, поэтому, братья, берегите себя, обязательно, правильно, как батюшка сказал наставление, не забывайте вспоминать, обращаться к Богу, и, конечно же, Он поможет.